Те, кто был на наших вебинарах раньше, те, кто был на наших офлайновых мероприятиях, на наших конференциях, наверняка видели вот этот слайд, который отражает линейку продуктов, которые сейчас представляет и производит Ялинк в области видеоконференц-связей и что он планирует делать. Напомним, сейчас мы можем предложить заказчикам весь спектр терминалов, начиная от программных решений до мобильных устройств, скончая терминалами для больших и средних переговорных комнат. То есть по периферии, по кодекам мы закрываем практически весь диапазон потребностей. С весны этого года стартовал продукт, который называется Ялинк Митинг Сервер, который позволяет строить оконченные инфраструктурные решения полностью на одном производителе, не устраивая, говорят, зоопарк спецификации и у заказчика практически с самого начала. Какие преимущества дает, скажем так, вот такой вот подход системный, когда вы и железо, и программное обеспечение берете у одного производителя, про это чуть детальнее, даже много детальнее расскажет Дмитрий, какие дополнительные функции и выгоды получает заказчик при использовании терминалов Ялинк и Ялинк Митинг Сервер. Про это будет отдельно, сколько, один, два, несколько, несколько, один десяток, не пугай, не пугай, не пугай, это очень короткое, всего 365 стран. Ну, кстати, хотел бы сказать, что продукт Ялинк Митинг Сервер действительно очень глубоко интегрируется с кодеками Ялинк, но если у заказчика уже есть парк какого-то оборудования, ну, например, кодеки других вендоров, терминалов других вендоров, то совершенно не проблема, потому что используются стандартные протоколы, и это оборудование можно будет использовать. Какие-то тесты провел уже сам Ялинк, какие-то тесты сейчас буквально в ближайший месяц будем проводить мы, и подтверждать, надеюсь, я думаю, что подтверждать все-таки совместимость по стандартным протоколам СИП и H3.2.3. Ну, мы, возможно, там выложим частично наши результаты тестирования, начнем с самых популярных производителей, поликома, волей судеб мы уже немножко потестировали с кодеками Huawei сервера, сейчас вот на очереди поликома Циск. То есть это ни в коем случае не будет какая-то там официальная программа, но самые популярные модели, мы посмотрим, как они себя ведут, чтобы, ну, то, что доверяй, но проверяй, но, в общем, доверяй, но проверяй, чтобы пройти этот путь своими силами в нашей лаборатории. Карта продуктов и решений. У нас она выглядит так, если посмотреть на нее уже не с точки зрения там модельного ряда, а с точки зрения уже возможных приложений. Есть у нас по-прежнему универсальный терминал EC120, хит-продаж прошлого года, который может, он был не то, что один там, ну, в общем, закрывал большую часть потребностей заказчика. Сейчас он у нас по-прежнему остается, он никуда не уходит, не снимается с производства. То есть те, кто заложил это в проекты, не надо волноваться, не надо бежать менять спецификацию без необходимости. До конца этого года он точно будет поставляться и, наверное, большую часть следующего года также будет доступен в закон. То же самое касается VC110 нашего терминала. Это терминал для маленьких переговорных комнат. Ну и вот линейка, месяц назад, да, два месяца назад она расширилась терминалом VC800. Терминал серьезно другого класса, наверное, без всяких оговорок, скажем так, уникальный в своем отрасли по ряду параметров. В частности, у него внутри него реализован аппарат МСЮ с возможностью поддержки многоточной конференции до 24 участников. Принципиально другой у него звук по реализации. Это уже не кнопочный, это уже такой модный сенсорный телефон под управлением андроида, который, в общем-то, позволяет сказать, что ялинг уже, вот тот самый Rocket Science, он до этого уровня реализации по железу он даст. У нас был отдельный вебинар по поводу VC800 в прошлом месяце. Кто хочет, посмотрите, найдите, он есть на YouTube. Самая интересная такая вот фишка, чего раньше не было, это то, что конференц-телефон, входящий в состав VC800 может быть отдельным телефоном. То есть это фактически стыковка, интеграция нового конференц-телефона CP960 и видеочасти. Это позволяет, ну, в каком-то смысле пошагово делать свои инвестиции. То есть сначала покупаете крутой телефон, потом убеждаетесь, что к такому телефону просто необходимо качественное видео, иначе просто уже неприлично становится жить в этой переговорке, и платите ту часть комплекта, доплачиваете, которая позволяет вам реализовать видео. Вот VC800. Когда мы проводили вебинар месяц назад, мы говорили, что планируется заказ, сроки пока не совсем понятны. Сейчас можно точно сказать, что до конца августа у нас уже будут они на складе. Если кто-то из ваших заказчиков думает или не думает оплачивать, считает или не оплачивает, подписывает договор, я думаю, что смело уже можно вот обещать ему 1 сентября поставку VC800. Чуть раньше к нам приехали два демонстрационных комплекта, они сейчас находятся на руках, когда они вернутся, честно говоря, не знают. Можем дать потестить, наверное, тоже к концу месяца. Это речь идет о VC800. Если говорить про неолинк-митинг-сервер, то там с тестированием все намного проще. Про это тоже расскажет Дмитрий. Ну, это программное обеспечение. Достаточно попросить у нас звуку на скачивание дистрибутива и активационные ключи. И дальше вы будете счастливым обладателем тестового комплекта. Я не слушаю. Мне кажется, у посетителей нашего вебинара вопрос висит в воздухе. Зачем же иолинк-митинг-сервер? Если есть VC800 с встроенным МСУ на 25 точек, то зачем же митинг-сервер? Чем он может помочь? И почему иолинк делает такую ставку на этот программный продукт? Как ты думаешь? Ну, как это сказать? Размеры кодека, они не безграничны. И в эту маленькую небольшую коробочку можно засунуть такую функцию, как МСУ, серо-многоточечная конференция. Скажем так, не то что в достаточно урезанном виде, но с каким-то ограниченным набором функций. Следует понимать, что МСУ программные и МСУ аппаратные, реализованные на базе кодека, это не одно и то же. Даже если они рассчитаны на одно и то же количество многоточечных, на одно и то же количество участников многоточечной конференции, все равно при этом функционал будет разным. Функционал, заложенный в сервер, который находится внутри кодека, позволяет собирать конференции, ограниченно менять раскладки, что еще, и активировать по голосу того, кто громче и дольше всех кричит. Именно тот будет активным спикером, большим экраном. Ну, понятно, шутка была. Просто хотел напомнить, что у нас появилась в 800-м функция активации конференции по голосу. И вот, собственно, все. Если же заказчику нужно то, что называется UCNC, унифицированной коммуникацией и коллаборацией, переводя на русский язык, не только многоточечная конференция, но и какая-то совместная работа с документами, чат, интеграция с другими системами, такими как Link, Skype for Business, стриминг, запись, то вот этого всего сервер, реализованный в кодеке, не может просто по причине того, что железо, которое в нем заложено внутри, оно ограничено по своему функционалу. Все эти возможности будут есть у серверов программных для многоточечной конференции. Опять же, сейчас подробнее расскажет Дина про это, но смотрите, если у вас инфраструктура небольшая, вот она ограничена 20 точками, и заказчик планирует только собирать то, что называется там селекторные совещания, при этом не идет работа с документами, не идет какая-то более детальная там работа этих документов, не идет общение, то возможности виси 800-го, ну, как говорится, за глаза. Если же конференции используются, все то, что я сказал, плюс решение многоточечной конференции будет наращиваться и масштабироваться, то есть не стоит ограничение 24 участника, скажем, там, в будущем потребуется проводить конференции там на 40, 50, на 60 участников, тогда, конечно, надо смотреть в сторону сервера многоточечной конференции, но нет этих ограничений, это то самое, что называется инфраструктурой. Кодек это не инфраструктура, это терминал мощный, богатый возможностей, но при этом ограниченный по своему функционалу. Ну, вот как-то так. То есть это взаимодополняющее друг друга решение. Вполне себе можно купить кодек с многоточкой и считать, что это у вас резервный сервер. Только что-то не так там с программным сию. У вас всегда есть в переговорной комнате функционал, который поможет вам собрать, по крайней мере, собрать оперативные совещания. Это взаимодополняющее друг друга решение, пересекающееся в достаточно ограниченной области. Так, наверное, я бы смотрел на эти вещи. Ну, как по мне, так все понятно. Исчерпывающе. Я так понимаю, что относительно твоего рассказа, Ялинк Витинг Сервер это программный продукт, на который Ялинк сейчас делает очень большую ставку, вкладывает в него очень много ресурсов, и основной акцент в разработке, в продвижении делает именно на него. Как у нас показано сейчас на слайде, сам Ялинк выделяет несколько ключевых преимуществ. Это простота установки и использования как и все оборудование Ялинк, привлекательная стоимость без дополнительных лишних лицензий, ну и ориентирован продукт на средний и большой интерприз рынок. В состав продукта входит планирование совещаний. Прощение, может быть, сразу надо сказать, что лицензируется у Ялинк. Что лицензируется? Лицензируются только одновременные вызовы, соответственно, количество ВИМА не ограничено, виртуальные комнаты можно создавать в любом количестве нужном для организации, количество абонентов, которые регистрируются на сервере, не ограничено, дополнительные возможности а-ля передача контента в высоком качестве, корпоративный справочник и будущие разработки, например, совместимость с Microsoft Lib, которая планируется в конце года, это все лицензироваться не будет. В лицензии подвергаются только одновременные вызовы. Более того, сбегу немного вперед, у меня есть слайд, где подробно об этом расскажу. в отличие от других программных серверов, если идет звонок точка-точка, то этот звонок лицензии также не подвергнется, потому что сервер поймет, что эти абоненты, вызов по сути между абонентами и не будет считать это как одновременный вызов, звонок пойдет напрямую между абонентами. Вам не придется переплачивать за дополнительную лицензию. если, например, кто-то захочет сделать видеозвонок во время совещания, где задействованы одновременные мощности, скажем так, лицензии. Это вот важный момент. Что анонсировано и есть на сегодняшний день? Это планирование мероприятий, создание видеоконференции на летун, в любой момент времени начиная эти видеосвязи, приглашая участников, интеграция в соутбук, чтобы можно было планировать в этом инструменте свои видеовстречи. Создание, точнее, подключение конференции одним нажатием. Сервер имеет распределенную структуру, что повышает его, скажем так, отказоустойчивость. Он может виртуализироваться и очень много внимания уделено безопасности. Сейчас будем подробно обо всем говорить. Итак, по состоянию на апрель 2017 года, что было обещано Ялинком и что мы уже успели протестировать. Это наличие программного МСУ, наличие сервера регистрации, сервера работы с несколькими сетями, наличие записной книги, управления мероприятиями и управления устройствами. Также сервер работал только по протоколу СИП. В августе 2017 года, то есть буквально на прошлой неделе, вышел релиз первого сервис-пака и этот сервис-пак привнес поддержку многоязычности, в том числе появился русский язык. Появилась функция МСУ каскадинг, то есть сервер и митинг-сервер может подключаться к другому серверу, как программному, так, корпоратному и каскадировать изображение, чтобы получить всю картинку в одном экране. Появилась поддержка протокола H323. Мы успели, опять же, как говорил Леонид, протестировать ряд терминалов другого производителя. Появились постоянные комнаты, то есть теперь можно заводить одну комнату и в ней постоянно проводить мероприятия, ну, аля, как мы проводим каждую неделю вебинары, используя одну и ту же виртуальную комнату встречи. И теперь E-Linquentinx сервер позволяет подключать другие, точнее, кодеки других производителей с помощью IP-адреса. Где-то в сентябре мы ожидаем возможность регистрации сторонних кодеков на E-Linquentinx сервере. Ну, а сейчас, пока мы успели протестировать такую возможность, SIP-TRACK. Это позволяет сервер подключить к оператору IP-телефонии и, например, видеоконференцию подключить какого-то участника из городской или мобильной телефонной сети, что очень удобно. Ну, дальше я хочу сказать, что у E-Linquentinx есть четкий и ясный план на развитие этого продукта. И до конца года обещается поддержка WebRTC. Ну, говорят, что в октябре мы уже ее увидим. Позже будет поддержка рекординг и стриминг, то есть возможность записи мероприятия на сервер и трансляции ваших мероприятий куда-то на сторонний сайт. Ну, и в конце года мы увидим поддержку Skype for Business. Как я уже говорил, эти все обновления лицензироваться не будут и просто очередным пакетом обновлений, очередным сервис-паком эти возможности появятся на сервере. Есть что добавить? Да нет, особо ничего. Хочу отметить, что мы идем по плану. Вот roadmap, который мы показывали весной или в начале года, в общем-то практически весь выполняется, даже частично ведут движение графика. В конце я вебинара после сервера покажу еще одно выполнение roadmap, но пока не покажу, чтобы не отвлекать ваше внимание от замечательного продукта YMS. Программный продукт поддерживает виртуализацию, можно установить как в облачном сервисе, если это потребуется, так и в серверных мощностях самого предприятия. Есть поддержка VMware и Microsoft Hypervi. При желании протестировать сервер, сам Ялинк готов предоставить уже образ либо на VMware, либо на Hypervi, который вам достаточно будет только запустить и приступить к изучению продукта, к работе с ним. Что вы сможете проверить? Вы сможете провести встречу один на один, провести видеоконференцию по расписанию, можно работать с Ялинк сервером в режиме обучения, как мы сейчас с вами общаемся, когда один участник постоянно вещает и какую-то информацию преподносит, остальные его видят и слышат. При этом, если у кого-то из слушателей есть необходимость задать вопрос, есть функция поднятия руки, в этом случае модератор или администратор видеоконференции может дать право голоса, и слушатель может задать вопрос. Есть такая функция, детекция как детекция голоса, если идет равноправная видеоконференция и на одном из концов этой видеоконференции участник берет голос, то сервер определяет, что есть активность от этого участника и выводит его изображение крупнее относительно остальных. Это довольно гибко настраивается, чтобы не было случайных всплываний окна, если какой-то посторонний шум в конференции в комнате возникнет. Ну и есть возможность управлять конференции, включать звук и изменять раскладки. Вопрос. Если кто-то из участников конференции, кто не планировал свое выступление, начал вдруг громко оглушительно чихать в состоянии здоровья, разойдет ли активация в этом случае его как активного участника, активного спикера, желающего выступления? Или это тоже можно настроить? В настройках сервера есть таймер активности голоса. Если активность голоса обнаруживается в течение длительного времени, 2 секунды, 3 секунды, то картинка переключится. Если ты будешь громко чихать через 3 секунд, к сожалению, она переключится на тебя. Такие вещи решаются именно настройкой временного интервала. Поэтому я думаю, что произвольного переключения быть не должно. Спасибо. Что касается безопасности, здесь на физическом уровне сервер имеет распределенную структуру. Если какой-то компонент выходит из строя, то администратор сервера получает уведомление по электронной почте, что тот или иной компонент работает со сбоями или отключился по каким-то причинам. При этом, так как архитектура распределенная, это никак не должно влиять на работу сервера в целом, и он не должен перестать работать. Что касается взаимодействия между участниками, то на транспортном уровне используется DLS, шифрование сигнализации при передаче голоса используется SRTB, и для подключения удаленных абонентов есть набор механизмов, это ICE, TURN, STUN и NAT, которые позволяют из удаленной точки, из локальной подсети сдегистрировать, подключить и с проблемой участвовать в конференции участнику, так чтобы не создавать дополнительный канал в сторону этого участника. Это реально проверенные и действенные механизмы, которые каждый день мы в своей работе в телефонии используем. Ну и работа с сервером, его администрирование, модерирование происходит через защищенный протокол с 10TPS. Что касается интерфейса, еще раз напомню, эти слайды мы уже показывали, есть календарь, где можно запланировать время, дату и время мероприятия. Когда вы мероприятие планируете, сервер предлагает вам выбрать участников, которые на это мероприятие должны быть подписаны. Когда мероприятие начинается, у администратора системы есть возможность в интерфейсе E-linked сервера управлять деконференции и добавлять, удалять участников, включать, выключать звук, менять раскладки. Что касается глубокой интеграции с кодеками, то есть дополнительные слайды, которые мы успели проверить с появлением сервиса B-K-1. Очень удобно реализовано централизованное управление устройством. Если есть пара кодеков, мы сейчас говорим про кодеки E-linked в организации, и они, пусть даже и находятся в одном здании, еще хуже сценарий, когда они в разных зданиях, всеми этими устройствами можно централизованно управлять. Например, обновлять программное обеспечение. или же если какой-то из кодеков не может подключиться к конференции, есть проблемы со звуком или видео, можно централизованно через сервер снять ошибки, сделать трэблшутинг, проверить в чем дело, ну и выполнить централизованную настройку на кодеках. Для администратора это сильно упрощает работу с парком оборудования и сокращает его временные затраты. Также есть централизованная записная книга, которая ведется в самом E-link-митинг-сервере и как только терминалы E-link регистрируются на E-link-митинг-сервер, они от сервера получают эту книгу себе локально, ее уже хранят и вы в приговорной комнате можете тут же получить весь список контактов. Как только на сервере произойдут изменения в этом списке, терминалы также эти изменения получат и будь то это индивидуальный терминал, например, это 49-й или это программное приложение установленное на телефоне или компьютере, список контактов обновится и им можно уже оперативно пользоваться. Также интеграция заключается в том, что в самом интерфейсе терминалов здесь приведен пример телефона D-29, кодека VC-800 и программного продукта E-link VC-desktop во всех них на главном экране есть расписание мероприятий. Как только на сервере вы планируете какую-то видеоконференцию и приглашаете участников в конференцию, тут же у этих участников на основном экране появляется расписание, где указана тема встречи, дата встречи и вы видите план, скажем так, своих встреч прямо на экране перед собой. Для группового кодека это, наверное, не очень актуально, это полезная функция, но не основная, а вот для индивидуальных рабочих мест это очень полезно. Добавлю, что как раз таки как с индивидуальных устройств, так и с групповых есть возможность использовать функцию Meet Now. Здесь специально отведенная кнопка, в которой вы видите других зарегистрированных участников на сервере и можете быстро этих участников добавить в конференцию, что упрощает использование. Даже если контакты были занесены в записную книгу, обычно это требует времени, чтобы осуществить поиск. Тут же все делается гораздо удобнее и быстрее. При этом сама конференция будет выполнена, будет проведена на ресурсе сервера. Ресурсы телефона задействованы не будут. Выясни. Это значит, что работая за компьютером, я могу собрать конференцию с 30-ти участников. И в отличие от терминального использования, это гораздо увеличивает список участников, которые одновременно со мной могут пообщаться. Это значит, что мне не надо идти на мой интерфейс сервера, планировать что-то, а я прямо с программного приложения собираю большую конференцию на много участников. Ты сказал, что ресурсы персонального терминала при этом используются не планированно. Это значит, что мне не надо при себе носить VC800, чтобы собрать 24 участника. Я могу с мобильного приложения ресурсами сервера этих участников собрать. Ну, то есть это фактически доступ к планировщику сервера через интерфейсы, различные интерфейсы различных лодок. Да, совершенно верно. На следующем слайде приведены скриншоты с терминалов это VC120 и ярминка T49G, где появляется специальный раздел календарь и в этом календаре видны даты и время встречи, подробные информации. Я с вами соглашусь, что в индивидуальных терминалах это, конечно, более полезная информация. Ну и есть напоминание, если вы вдруг пропустили эту информацию о встрече на основном экране, то за несколько минут этот интервал настраивается, можно выбрать 5, 10, 15 минут. За несколько минут до встречи на экране терминала или телефона всплывает окно с уведомлением о том, что скоро начнется видеоконференция. И вы нажатием одной кнопки можете либо подключиться к этой конференции, либо наоборот отвергнуть подключение, если вы не подключили не знаете. Ну, скажу, пожалуйста, по поводу актуальности прошивок. Я так понимаю, что ВИСИ-800 это базовая функция тесной интеграции с ВИСИ-800, а со 120 тут далеко все не так просто, там придется обновлять прошивку и в 49 аналогичной картине. если кто-то купил раньше, скажем, год назад, то покупки ВИМС нужно будет озаботиться о давлении программного обеспечения. Все, ясно. Ялинг где-то раз в квартал обновляет программное обеспечение для всего модельного ряда устройств для видеоконференц-связи с появлением ЕЛИТК-сервера с мая месяца нужно обновить программное обеспечение на телефоне или в кодеке. Если, грубо говоря, до мая, вы не обновляли. В противном случае тех вещей, о которых я говорю, вы просто не увидите в программном обеспечении. Как это можно сделать? Где можно найти актуальную версию прошивки? Актуальные версии прошивки всегда есть на сайте вендора елик.ком Ну и, конечно же, мы у себя тоже размещаем на нашем сайте. Сайт IP-матика должен просто зайти в карточку товара и там будет видна вигуальная версия программного обеспечения. Мы их оперативно проверяем, эти версии и укладываем у себя на сайт. Где вам удобнее, там можно их и скачать. Спасибо. Очень важной особенностью в ЕЛИТК-митинг-сервере является компенсация потерянных пакетов. Если с сервером будут взаимодействовать терминалы от ЕЛИТК, то внутренний алгоритм передачи видеоизображения позволяет компенсировать до 30% потерянных пакетов. И за прошедшие два года это большой прогресс, так как ранее в терминалах ЕЛИТК процент потери был 8, который оборудование способно компенсировать. Сейчас он вырос до 30, и со своей точки зрения могу сказать, что мы часто используем видеосвязь между Москвой и Китаем в связи с тем, что расстояние физически очень большое, плохого качества связи и потери пакетов не избежать. Поэтому, когда компания распределенная и видеосвязь нужна для взаимодействия двух точек, находящихся на больших расстояниях, это очень важный фактор в пользу оборудования ЕЛИ. Ну и вот то, о чем я говорил, то есть звонки точка-точка, сервер понимает, что участники находятся в одной сети, то есть эта сеть может быть как физически одна, так и виртуально одна, но сервер умеет распознавать это и соединяет участников напрямую между IP-адресами. Это позволяет экономить на лицензии. Не нужно будет переплачивать дополнительные лицензии в этих сценариях. Ну и в конце хотелось бы рассказать о расчете нагрузки на железный сервер, куда будет установлен программный продукт для линкгинг-сервера. Для этого программного продукта нужен компьютер с мощным центральным процессором. Например, центральный процессор как приведено у нас на слайде состоит из двух ЦП Intel E5 26 серии с 8 ядрами. Каждое ядро работает с частотой 2,1 ГГц. Мы умножаем количество ЦП в этом сервере, их два, на количество ядер, 8, и умножаем номинальную частоту, получаем цифру 33. Это 33 одновременных вызова в формате HD, которые способны будет обработать такой же железный сервер. Если вы будете вызовы совершать в большем качестве, например, Full HD, тогда мы эту цифру делим на 2, мы получаем примерно 16 одновременных вызовов. Такой вот сервер способен будет обработать. при этом полоса пропускания на один Full HD вызов это 1,7 Мбит в секунду, на HD это 900 Кбит в секунду. Это при использовании 264 года? При использовании 244 года к хайпрофайл. Но он у него у сервера в приоритете. Когда планируется поддержка 265? Скорее всего, в следующем году, на этот год приоритет номер один это поддержка вебор TC. Это более важно. и поддержка функций записи. Пока все силы брошены на эти возможности. Платяно показывали. Если вам нужно не только программное решение, но и подобрать аппаратную платформу, то обращайтесь. У нас есть хорошее отношение с производителями российских серверов. Не каждая конфигурация сервера активизирована. Не всегда это так у вас нет опыта можно сделать быстро. У нас налажены связи. Во-вторых, родин там не кипуть о пресейлу подобных проектов. Поэтому мы подберем конфигурацию и выведем в вашу сторону предплатную рыночную цену пока идет защита проекта и максимум делаем часть, которая касается подбора не только программной платформы, но и аппарат. в общем и целом все. Итог в том, что на сегодняшний день по протоколу CPH-3.2.3 уже можно подключать различные терминалы к программному нашему продукту. Ну и мы ожидаем до конца года поддержку очень важного, очень интересного CPH-4 бизнес продукта. На это есть частый спрос. Ну и нам самим очень хотелось бы это протестировать. Да, сказать многие что. Ну, со своей стороны хочу и со своей стороны еще хочу добавить, что как только появится веб-ртси мы наверное будем переходить на платформу проведения вебинаров делать ее на Ялинк Миндонсера. Та платформа, которую мы сейчас используем замечательный российский продукт компании Майнд. Решение о его использовании было принято просто потому, что у Ялинка не было этого продукта. А необходимость проведения вебинаров но она была всегда. Когда-то мы ее делали на облачной платформе вебинар вру. В прошлом году мы развернули в себя свой сервер на котором сейчас живем уже года полтора погода но как только эти функции будут реализованы Ялинка мы естественным образом пересядем бренд дистрибьюторами стратегическими дистрибьюторами Коева мы являемся. поэтому к концу года у нас немножко изменится для вас по функционалу мало что поменяется но картинка поменяется это будет уже Ялинка экране будет написано Готовьтесь те кто ходят к нам постоянно скоро будет другая вещь в том окошке где вам показывают камни УМС наверное все если какие-то вопросы вопросов нет вопросов нет либо ничего не ясно либо все ясно будем надеяться что все ясно тогда последняя наверное новость в дополнение того что все идет по плану хочу сказать что через 4 дня состоится анонс нового кодека он был в роутмапе эта модель я еще понимаю немножко эта модель VC500 она попадет в линейку между нынешним VC120 и нынешним VC110 по характеристикам она будет ближе к кодеку VC110 какие ну не то чтобы недостатки ну такие вот легкие замечания нарекания были VC110 это замечательный кодек с прекрасным набором функционала для своего для своей бюджетной категории но единственное что у него камера все таки четверка зум да и при этом зум цифровой а не оптический вот это было главное нарекание что иногда картинка ну недостаточно качественная не секрет что у одного из конкурентов в отрасли похожий кодек который называется SX10 имеет зум 2.5 но при этом картинка гораздо лучше визуально объективно лучше чем у зума цифрового в новом кодеке будет оптическая камера TZ камера полноценная то есть он будет управляться камера будет с зумом 5 5 оптических зумов 5 кодек будет выполнен в виде такого моноблока все интерфейсы подключения они находятся на задней панели здесь же и входные интерфейсы здесь же и выходные ну ставится крепится это будет предполагается что на дисплей на дисплей и это все вариантов поставки будет два один более дорогой с новым конференц телефоном CP960 но поскольку цена самого телефона достаточно высока то мы наверное в качестве базовой конфигурации будем держать другую комплектацию которая будет идти с беспроводным беспроводным микрофоном что касается цен рекомендованные розничные цены минимальная комплектация с беспроводным микрофоном будет порядка 4300 долларов соответственно где-то примерно на 1800 долларов дороже чем существующие актуальные цены на WC-110 и максимальная комплектация с конференц телефоном вот этим мощным будет порядка 7000 долларов то есть она будет подпирать снизу цены на 120 конкуренции лобовой между отдельными моделями по-прежнему нет модели дополняют друг друга но немножко перекрываясь чуть-чуть по спектру задач и по уровню цен наша линейка становится все более полнее с выходом каждой модели и более непрерывно вот наверное все из новостей еще Ялинк изменил структуру прайс-листа но мы об этом не будем говорить публично те из вас кто получает партнерские рассылки посмотрите пожалуйста свежий прайс на Ялинк поменялись уровни колонок если есть какие-то вопросы то пишите звоните нам адрес не спб.ру а висес собака айпематика .ру дадим комментарий дадим дадим ответы дадим пояснения что случилось на самом деле цены не изменились изменился просто там порядок их выдачи но не хотелось бы на публичном вебинаре обсуждать размеры партнерских скидок поэтому это лучше в почту это лучше индивидуально ну как говорят лично еще раз напоминаю что записи всех наших вебинаров вы можете найти на нашем канале канале компании пематика на ютуб ну вот наверное все что хотели мы с Дмитрием вам рассказать если есть какие-то вопросы то с удовольствием постараемся ответить минуту две подождем если по-прежнему будет ничего не ясно или все ясно то мы прощаемся когда мы будем вводить регистрацию участников чтобы была какая-то электронная почта и обратная связь стоит это сделать чтобы у нас было поменьше анонимных гостей это сделать очень просто конечно сейчас сейчас приглашать сторонних участников приглашить если кто-то захочет посылку сделать как сделать так чтобы минимальная регистрация как я уже говорил не к серверу регистрации никак не ограничено а количество это даже меня поэтому я вижу никаких проблем чтобы яснее познакомиться зарегистрироваться и через регистрацию приходить посещать эти мероприятия понятно ну что вопросов нет пишите звоните мы на связи кто не знает наши координаты все на экране ждем заказов ждем запросов ждем проектов спасибо так а нет задать Сергей вопрос коллеги где взять подобную доку Сергей уточните пожалуйста что подразумевается подразумеваете под подробной докой полный дата шит на сервер мануал какой-то юзер мануал админ мануал на самом деле все что ты перечисляешь и дата шит и юзер мануал и админ мануал самые свежие версии лежат на сайте yalink.com на английском конечно же если нужно что-то более специфичное ну например как победить известного вендора с помощью замечательных кодеков yalink то это vcs собака ipmatica.ru подобные подобные подробные доки у нас тоже имеются таблицы сравнения заготовки технических заданий так точно ну это мы естественно не укладываем в публичный доступ но в рамках работы по какому-то проекту можем эти документы подготовить подробное описание оно существует на английском языке только про сервер если у вас будут проблемы с нахождением этого раздела пишите я или дмитрий вам а вот сергей уточняет что скорее возможности системы управления планирования раскладки ну сергей как минимум мы всегда с удовольствием делимся презентацией единственное только что мы даем их в формате pdf с нашим ботермарком чтобы мы могли эти презентации показать заказчику и рассказать о каких-то возможностях системы если нужно что-то большее то мы понимаем что елингпитинг сервер это новый продукт и имеет много возможностей может быть не сразу получится самому во всех их разобраться мы готовы у нас есть дистрибутив лежащий в открытом доступе мы готовы дать ссылку на этот дистрибутив елингпитинг сервер можно будет установить на своей стороне получить месяц тестовые лицензии и мы поможем покажем где располагаются какие настройки какие возможности есть в сервере как работает продукт поэтому обращайтесь такие работы мы тоже можем провести правильно я просто подумал что Сергей может иметь ввиду подробный буклет с описанием всех возможностей всех фишек нюансов чтобы можно было заказчику прийти и показать что есть вот это вот это и вот это думаю что вряд ли есть подобный детальный элемент у других производителей потому что от версии к версии появляются новые возможности старые виды изменяются и нет какого-то фикса каждый новый релиз он меняет эту картину возможностей конечно базовые возможности мы наверное постараемся в ближайшее время выпустить русский буклет где вот основные принципы будут описаны но делать детальный многостраничный документ с описанием каждой штучки у нас стареет стареет момент печати это совершенно точно быстро идет изменение особенно по программам печи я хочу ввести свои 5 копеек и сказать что в ноябре 2017 года планируется ряд мероприятий которые посвящены видеоконференц-связи где мы будем участвовать так или иначе мы там будем демонстрировать и линк-митинг-сервер демонстрировать его возможности поэтому как минимум вы можете туда прийти беседовать посмотреть ну и я думаю что какие-то материалы к этому времени тоже нам придется подготовить материалы-то нужно подготовить ну хоть завтра вопрос в степени детализации этих мероприятий можно конечно выбрать большой плакат там ура у Ялинка есть серого многоточной конференции и вот этим ограничиться можно расписывать каждую там каждый батик каждую кнопочку боюсь что мы не только к ноябрю мы и к следующему ноябрю не успеем в общем не успеем несколько раз опять будет что-то новое и нам опять придется там делать апдейт не потому что мы тормознутые просто я боюсь что подобного документа в товарном виде не в виде какого-то служебного а именно в товарном виде бы нет наверное ни у кого как-то так ну вот Сергей недели через две приятно обещал взять у нас сервер обязательно обращайтесь обращайтесь ко мне к Дмитрию набор инструкций для установки есть заготовка для тестирования есть проведя тестирование буквально в течение 30 минут вы пройдете по всем возможностям сервера и увидите как они работают вы или заказчик обращайтесь я вам скажу с удовольствием если у коллег не будет кодеков то нужно задать чем-то типа программных клиентов бесплатных например тех же у нас как раз на электмитинг сервер есть реальные лицензии сроком на месяц как раз за это время можно посмотреть возможности системы не забывайте пока у нас нет WPARTC тестировать их можно только либо с аппаратными кодеками либо с программным обеспечением которое поддерживает 242.3.7 большое вам спасибо в этот нелегкий период когда все в отпусках мы все-таки собрались и нас внимательно выслушали тогда все до новых встреч спасибо всего доброго